всем привет сегодня будет распаковка двух посылок с почты россии первая вот такая вот по форме эта коробка от телефона и вторая вот такая вот просто почтовая коробка что что давайте приступим именно с неё нож я забыл сегодня поэтому будем резать ножницы и не с той стороны а с нижней хотя нет наверно надо сейчас я короче бумажку с информацией оторву и вернусь так вот это верхняя сторона теперь хрен знает где этот канцелярский нож сегодня нету так пупырка еще такие пакеты еще пакет хотя 4 таких пакетов раньше не встречал и здесь у нас не жир он реально новый и здесь у нас вот такой вот инвертор инвертор для жека телевизора philips так где это место кстати вот это место которое в моем сгорело насквозь и вот такое тут стоит элемент который видимо коротнул и выжиг целый кусок платы вот тут дорожки проходят с обратной стороны дорожки есть в общем в другом видео установлю и попробую сделать включение заведется он или нет это первая посылка вторая посылка это вот такая вот коробка давайте скрою так тут можно просто разорвать нифига себе смотрите какая тут коробочка самсунг коробка прямо от настоящего телефона ну-ка здесь есть даже какая-то информация так 955 fd что это в это по моему galaxy s8 из коробка от какого-то реального телефона чего-то без вот это вот в верхней такой облицовочные крышечки так открываемые посылочный материал и внутри больше ничего нет но коробочку я тут тоже оставлю хоть ничего нет так и внутри у нас смотанные резиночками что это как вы думаете так-так-так-так-так-так-так-так открываем достаю опля и это у нас дисплей для note 8 в который сука раз черная рамка кнопки есть кнопки громкости нажимаются глуховато динамик на месте вот здесь что-то делалось он как будто не в своей рамке давайте посмотрим на характер его повреждения он как видите поврежден вот такие тут повреждения но дисплей этот должен быть рабочим то есть у него нету таких здоровых больших пятен как на китайских алиэкспрессовских дисплеев которые вот в таком же состоянии пришли продавались а здесь пятнышко есть одно очень очень маленькое примерно примерно вот тут вот повреждением тут это пятнышко якобы вот тут вот ну что ж посмотрим жив он или нет покажет это нам только установка здесь дисплеем ничего больше нету просто дисплей в рамке с тем как он идет как официальная запчасти для установки то есть это рамка динамик это кнопки это шлейф пера так он на месте сюда надо вкидывать датчик нижний шлейф джек вибромотор камеры и плату и прикрывать это все вот такая вот распаковка вот такие вот две посылочки надеюсь это все живое надеюсь на филипсе телеке одной проблемы станет меньше и неисправен был именно инвертор они блок питания но судя по прогару все таки скорее всего так она и будет ну и ждите собрал я в кучу телефон закрутил его уже все вставил давайте посмотрим вот он этот самый дисплей вот такие тут вроде бы неважные трещины то есть вот у нас он упал вот этим углом но смотрите какой прикол идет дальше трещины длинные они не закончились и туда не пошли вот так вот вот и вот тут вот закончилась то есть у нас треснул бачок вот этот вот и причем вот вот я вожу на и слышно даже что стекло у нас чуток разошлось то есть тут порезаться даже можно то есть надо юзать аккуратно вот и здесь у нас кусочек провалился давайте попробуем включить посмотрим теперь в каком он виде ладно включается что со старым дисплеем вы видели ручка против ух ты он чуваще как ну и что ли он черт бля без пятен на их уясе давайте я сейчас чем те открою так пока он не сел чем как вы видите он показывают очень даже но теркость поменьше сделаю ну и вот есть у него маленький такой кадр странно что он вот не сбоку а вот здесь вот как так вышло такой маленький маленький казус от которого нету ни пятен ни полос дальше давайте белую засветку какую найдем давито например так яркость надо делать поменьше видно немножечко шил мерцание ну как видим вроде бы без явных выгораний видели заметили сколько дисплеев у меня было они все без явных выгораний хотя вот на с 8 жалуются что они выгорают как суки а вот над 8 вот пожалуйста так вот у нас верхняя строка и и нету вот так вот такой итог такой маленький маленький пятнычка ну что ж проверка инвертора телевизор собран в телевизоре отсутствует шлейф матрицы поэтому изображение не будет нажимаем вуаля подсветка зажглась и не выключается то есть и note 8 и вот этот philips пофикшены в данном видео правда для philips это только первый шаг к его установлению а что было с родным инвертором а вот что здесь дырка в плате и не сразу заметил но на защитном экране инвертора даже снаружи есть маленькое темное пятнышко а с обратной стороны это большущие черное пятно как и на самом корпусе матрицы тоже большущие черное пятно здесь была smd деталюшка вы наверное на новом инверторе видели и видимо ее пробила накоротка она начала жестко раскаляться защиту почему-то вот это вот все не ушло и плата превратилась в этом месте в угли и было принято решение вот так ее вырезать кусочек восстановить перемычками тут я уже немножечко загнул она была по прямее но дочинить его не смогли к сожалению то здесь по сути все рабочее на самой плате хана то есть отсюда можно взять вот эти трансформаторы вот эти вот ключи эту микросхема управления это все по сути тут живое но здесь явно не все дорожки допаяли потому что тут была эта деталь а ее даже навесом никто не восстановил вот такой вот исход а теперь ищем шлейф и он должен за показывать еще раз включаем вот смотрите какой удачный исход этому филипсу повезло и уже и тому филипсу повезло но об этом другой раз и между прочим смотрите такой и такой хорошие модели видать были надежные